Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, поговорим сейчас о 17 главе Евангелия от Луки. В этой главе продолжается начатый в 16 главе разговор о законе, пророках и смерти и воскресении Господа Иисуса. И Лука предлагает нам здесь несколько фрагментов, которые с разных сторон дают возможность увидеть эту достаточно объемную, глубокую картину. Начинается 17 глава разговора с учениками, когда Господь говорит им, что жизнь так устроена, что в конце концов соблазны, возможность так или иначе отступить от правды Божьей или от закона, повелевающего человеку. Поэтому эти соблазны возникают и в каком-то смысле даже неизбежны. Но Господь, и это, кстати, очень важная ведь на самом деле вещь, Он говорит своим ученикам о том, что невозможно не прийти соблазнам, но это не значит, что человек неволен противостоятием. В какой-то степени можно думать, что это разговор о духовной и нравственной свободе, которая ведется, может быть, не во вполне привычных для нас терминов, но все-таки разговор именно об этом. Христос говорит о том, что горе тому, через кого эти соблазны приходят, потому что это все равно твой выбор. Если в твоей жизни соблазн возник, ну, возник, в конце концов, тебя ничто не вынуждает поддаться этому соблазну. И ответственность остается все равно на тебе, какой выбор ты делаешь. Впускаешь этот соблазн в свое сердце, в свои поступки таким образом в этот мир или противостоишь ему. И вот Христос говорит своим ученикам, смотрите за собой, смотрите, что вы делаете, что вы вносите в этот мир. Но еще одна очень характерная и поучительная вещь, которую в этом коротком фрагменте важно увидеть. Что именно из закона, из тех вариантов нравственного выбора, которые возникают перед людьми, Христос предлагает своим ученикам в качестве конкретизации своей позиции. Зачем именно? Нужно наблюдать. И удивительным, может быть, образом он не говорит ни о каких там, скажем, ритуальных особенностях, правилах, которые тысячу лет назад были такие, через тысячу лет потом будут другие. Или еще о каких-то феноменах религиозности. Он говорит о самой, казалось бы, банальной жизненной вещи, которую мы обычно стараемся не очень соотносить с верой и с нашими отношениями с Богом. Христос говорит, прощайте, прощайте. Соблазн, о котором он, по-видимому, говорит здесь ученикам, в первую очередь это соблазн не простить. Соблазн сделать конфликт, неприятие, злобу в человеческих отношениях, сделать полновластной хозяйкой этого мира, эту самую злобу. И вот Христос говорит о том, что непрощение – это как раз та ситуация, когда человек в свою жизнь и в жизнь окружающих впускает эту злобу и делает ее в каком-то смысле непобедимой. И вот Христос говорит своим ученикам, следите за собой, потому что если вы не прощаете, то таким образом через ваше собственное сердце вот вся эта чернота входит в мир. Дальше евангелист Лука предлагает нам другой вариант увидеть отношения людей и закона. Он рассказывает нам, что Христос в этом разговоре говорит своим ученикам об исполнении закона. В конце концов, вы же делаете то, что вы должны делать. Закон, данный Богом, в какой-то степени, даже в очень большой степени, отражает то, как устроен этот мир. Он реальные нравственные законы, которые неотменимы, невозможно поменять, перепринять или как-то модифицировать. Господь поэтому говорит о том, что все равно добро и зло, правда и ложь, жизнь и смерть отличаются в этом мире вполне определенным образом. И это отчасти открывает нам закон, о котором здесь идет речь. И вот он говорит своим ученикам, в конце концов, говорите, мы, рабы не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Нечем особенно гордиться, если вы действительно следуете за правдой Божьей. Это не повод для того, чтобы гордиться или хвастаться, а это возможность проверить подлинность своего пути. Не этому надо радоваться, как в другом месте Господь скажет своим ученикам, а радоваться надо тому, что Бог вас знает. И вот после разговора о том, что значит исполнять закон, и после слов, что это необходимо, чтобы жить, и нечем особенно тут гордиться, как вы не гордитесь тем, что вы делаете вдохи и выдохи или едите еду, Господь предлагает своим ученикам возможность увидеть, как могут действительно по-настоящему выстроиться отношения человека с Богом. В путешествии, которые они совершают по Святой Земле, попадаются на дороге им десять прокаженных у входа в одно селение между Самарией и Галилеей. И вот эти десять прокаженных – это люди, которые страдали ужасно тяжелой, мучительной, опасной инфекционной болезнью. Да, им было запрещено входить в поселение, сообщаться с людьми. Вот эти люди издалека, стоя вдали от дороги, потому что ходить по дорогам они тоже не имели права, они громко кричат, Иисус – наставник, помилуй нас, помилуй нас. И вот, увидев их, Господь говорит, идите, покажитесь священникам, потому что закон требует, чтобы исцелившийся от проказа, если это чудо исцеления произошло, показался священникам, и они засвидетельствовали, что его болезнь перестала быть опасной. Вот он им говорит, идите, покажите священникам. И когда они пошли в сторону Иерусалима, через короткое время оказалось, что они выздоровели, оказалось, что они очистились от болезни. И, удивительным образом, большая часть этих людей, как им велели, продолжают дальше двигаться строем в сторону Иерусалима, потому что сказал им человек, который их исцелил, идите, покажитесь, они пошли показаться. И лишь один из них, собственно, Самаринин, для которого все эти правила религиозности иудейской были несколько чужими, он, поняв, что с ним произошло, развернулся на месте и побежал скорее к Иисусу. Иисусу подбежал к нему, упал перед ним на колени и благодарил его за это исцеление. И в этот момент Господь предлагает своим ученикам увидеть его и говорит, ну, не десять ли очистились, а где же девять? Как они не вернулись воздать славу Богу? Оказывается, в этой истории, что Самаринин поступил, может быть, импульсивно, может быть, это можно объяснить тем, что для него, в конце концов, Иерусалимский храм не был тем, чем он был для иудейских прокаженных, но он поступил правильно. И Господь ему говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Вера, таким образом, оказывается в этой истории, вера Самаринина, не в том, что он принял без доказательства какие-то аксиоматические утверждения, и даже не в том, что он делает, как ему велят. А вера в том заключается, что его встреча с Богом, прикосновение Бога к нему, исцеляющее, очищающее, освобождающее прикосновение Бога к его жизни, произошло вот через этого человека, через Иисуса. И, собственно говоря, это оказывается для него главным. В каком-то смысле это, если хотите, краткое содержание всего Евангелия, которое о том нам и говорит, что есть правда Божья и воля Божья, открытые и выраженные людям разными путями, но по-настоящему встреча Бога с нами происходит через Иисуса, происходит в наших взаимоотношениях с Ним. Поэтому Самарянин оказывается именно примером для подражания, который приводится апостолам. Иисус предлагает именно апостолам, своим ученикам, увидеть этого человека как того, кто действительно откликнулся на действия Бога, вторгшиеся в его жизнь. Дальше в 17 главе очень коротко, к сожалению, очень коротко, евангелист Лука рассказывает чрезвычайно важную вещь. Он говорит о том, что фарисеи спросили Иисуса, когда придет Царство Божие. Да, это довольно распространенный в той культуре вопрос. Попытки ответить на него в большей или меньшей степени символичности предпринимались к тому времени уже добрых полтысячелетия. И вообще большинство современников Иисуса думали, что вообще, конечно, уж очень долго, уж очень долго приходится ждать этого Царства Небесного. Не то, чтобы дерзали роптать на эту тему, но тем не менее, вот вопрос, когда же наконец это уже произойдет, он звучал именно с такой эмоциональной окраской. И вот фарисеи спрашивают Иисуса, когда придет Царство Бога. Может быть, они имели в виду, какому из способов вычисления этих сроков следует доверять, потому что в промежутке времени от плена до евангельских событий таких способов прикинуть, даже не рассчитать, а прикинуть. Это время было предложено несколько. Может быть, вопрос фарисеев заключался в чем-то другом. Был вопрос о том, почему столь велико долготерпение Божье. И дальше, в начале 18 главы, есть основания думать, что именно так и было, именно это фарисеи имели в виду. Так или иначе, важен для нас, конечно, гораздо больше ответ Иисуса, чем их вопрос. А ответ заключается в том, что Царство Божье не придет приметным образом. Во-первых, ведь фарисеям, как, наверное, и многим другим людям, может, это вообще естественная такая человеческая особенность, удобно думать, что вот наступит Царство Божье, молния от края неба до края неба, бегущая строка в телевизоре, там выступает диктор, который говорит, дорогие товарищи, с завтрашнего дня объявляется. Царство Божье. Да, и тогда уже деваться будет некуда, и тогда уже будем жить по законам этого Царства. На что Христос говорит фарисеям, что нет, друзья, так не будет. Царство Божье не приходит приметным образом. Внешние особенности этого мира, которые, как нам кажется, должны немедленно развеяться в пух и прах, начиная от вражды и кончая налогами, вот они не деваются никуда, это не происходит явным образом, это что-то совершенно другое. Продолжая эти свои слова, Христос говорит, вам не скажут, что Царство вот здесь, или Царство вот там, потому что оно внутрь вас. Таким образом, это очень тесно связано с историей про прокаженного Самаринина, которую прибежал благодарить. Христос говорит о том, что Царство Божье – это то, что совершается, происходит внутри человеческого сердца в наших отношениях с Богом, в первую очередь, а вовсе не внешние обстоятельства, которые каким-то образом должны меняться. Могут вовсе не меняться. Да, ну, кроме того, конечно, нужно сказать, что греческое выражение, которое здесь использует евангелист Лука, с огромным трудом поддается однозначному, ну, то есть, однозначному переводу вовсе не поддается, с огромным трудом поддается переводу на другие языки. И славянский перевод «внутрь вас», оставленный без изменения в нашем синодальном переводе, это вовсе не косноязычие, а просто невозможность одним способом передать смысл слов Христа на русском языке. Тоже, кстати, очень поучительная вещь. Надо помнить, что иногда есть какие-то вещи, которые на нашем с вами языке однозначным образом не передаются, нравится нам это или нет, как бы нам не хотелось, чтобы все было просто и понятно, но язык другой. Греческое выражение может быть понято в более простом смысле, что Царство Божие внутри вас. Причем это тоже не один способ. Слова Христа могут означать «внутри» значит «в вашем сердце», но довольно часто люди, в том числе и те, для кого этот язык древнегреческий был родным, говорили в древности, что, может быть, это выражение означает «царство Божье между вами», как искра между двумя электродами. Среди вас еще иногда на современные языки переводят это выражение, «царство Божье между вами», значит, «внутри вас» один вариант, «между вами», «в отношениях между вами», и, кстати говоря, в начале, ведь то, что говорит Господь в начале этой главы о прощении, вполне легитимирует такое понимание, но кроме этого, есть еще и третий, не менее важный вариант перевода, это «царство Божье», то, что направлено внутрь вас, то, что приходит внутрь вас, то, что от Бога дается людям. Повторяю, все три варианта имеют право на существование, все их мы призваны учитывать, но, во всяком случае, не можем игнорировать. Вот в этих буквально двух стихах действительно вовсе не простая вещь открывается нам. И, наконец, заканчивается 17 глава разговором, или, может быть, вернее, даже будет сказать фрагментом разговора или одним из фрагментов разговора Господа со своими учениками о грядущем, о том, каковы судьбы мира, как вообще все это видеть. Это явным образом продолжение вопроса фарисеев, когда придет царство Божье, но продолжение уже в разговоре с учениками. И вот ученикам Христос говорит о том, что, в конце концов, когда вам будут говорить вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Да, потому что на самом деле приход царств, наступление царства Божьего, оно заключается, как он сказал фарисеям, не в том, что меняются внешние обстоятельства, и, соответственно, видимым образом, это происходит внутрь, внутри людей. И самое главное, что здесь открывает Иисус своим ученикам, что Царство Божье открывается для нас, становится реальностью нашей жизни, потому что Сын Человеческий будет отвержен родом Сим. Это разговор о предстоящем Ему, как Моисей и Илья будут говорить, исходе, который Ему надлежит совершить в Иерусалиме. Разговор об отвержении. Христос говорит своим ученикам, что да, придет последний день, когда тот нравственный выбор, который вы сделали, понесет свои плоды, и двое будут молотить на одной мельнице, а один возьмется, другой оставляется. И это действительно будет день, когда все станет на свои места. Но это не какая-то глобальная катастрофа, когда потоки жидкой серы, да, будут изливаться, а это тот момент, когда люди отвергают Сына Человеческого. Во-первых, Иисус таким образом говорит о том, что судьба мира в конечном итоге определяется тем, как мы относимся к Иисусу. Отношение Царства Бога и всех нас, каждого из нас и этого мира определяется тем, как мы относимся к Иисусу, тем, как мы отвергаем Его. И вот, собственно говоря, именно это и есть самое важное событие и в истории мира, и в истории каждого человека по отдельности, потому что в конечном итоге, вот как этот самый прокаженный самарянин, который все отодвинул в сторону и побежал сказать Иисусу спасибо, так и наша жизнь определяется в конечном итоге, что в ней было осмысленно, не было осмысленно, что было в правде или не в правде, что было жизнью и смертью, определяется тем, принимаем мы Иисуса как того, в ком Царство Бога или отвергаем.